Уважаемый зритель! Судьбы других людей разрешат споры по справедливости. Он не имеет права на ошибку, беря ответственность за каждое свое решение. Горячность в серьезных делах может только навредить ему. Однако, среди воров бывают исключения. Один из них ныне здравствующий гуром Адишарепа клички Б. С его именем связано много легенд, правдивость которых может подтвердить только самых героев. Но он не имеет такой возможности, находясь ныне далеко от России. Первая легенда связана с первой ходкой Гурама. Он родился в грузинском городе Шкицхаке, сменившем название лет 20 тому назад на свое историческое Синаке. Городок произвел на свет не один десяток законников и поэтому их понятия были хорошо известны в среде местной молодежи. Покоренной тюремной романтикой. 17-летний гуром Адишареп в компании сверстников праздновал какой-то праздник в доме местного цеховика. Компания подобралась разношерстная молодые люди склонные к криминалу или к коммерции. Вечером гуром вышел из-за стола на крыльцо дома, чтобы перекурить. За ним туда же подтянулся юноша из коммерсантов, который не прекращая с ним разговора, начавшегося еще за столом, справил малую нужду. По понятиям он совершил непростительный косяк, требующий строгого наказания. Такие поступки в приличном обществе однозначно воспринимаются, как попытку унизить присутствующих. Горячий Адишареп тут же вспыхнул. В ходе ссоры он выхватил нож и заколол правонарушителя воровских законов. Гурома арестовали и началась долгая судебная эпопея. Городской суд Синаки присудил ему смешной по длительности срок. Дело ушло на пересуд в Тбилиси. Преступнику на этот раз назначили строгое наказание 10 лет колонии, но еще раз вернувшись к его судьбе с Кастили 1,5 года. Конфликт на празднике имел продолжение через много лет, когда Адишареп вернулся из первой командировки и вором в законе. Родственники убитого молодого цеховика решили отомстить ему, вспомнив о древнем обычае кровной мести. Одним из вечеров к прогуливающемуся по улице родного городка Буи подъехала машина и из ее салона несколько раз выстрелили. Убийца промахнулся. Потом вор выяснил, что за рулем авто сидел младший брат его жертвы, а стреляла в него его родная сестра. Благородный Буи не стал связываться с женщиной, и покушение на его жизнь осталось безнаказанным. Во всяком случае, об этом гласит легенда. Гуром одноглазый другой случай стрельбы по Синакскому вору женщины произошел, опять же по легенде, в 1991 году. Опять Синаки, опять застолье. Только Буи к тому времени стал известным на всю Грузию вором. Ему уже пошел четвертый десяток лет. Вместе с ним за столом сидел некий авторитетный житель Синаки Тахуна Чичава. Между вором и авторитетом вспыхнула ссора, в ходе которой Тахуна бросил в лицо Гурому страшное оскорбление. Он не признал в нем вора в законе. Буи ничего не оставалось, как тут же убить обидчика. Ему пришлось уехать из родного города и долго скрываться в Тбилиси. История имела продолжение, опять же связанное с кровной местью. Опять родственники убиянного покушались на жизнь Буи. Только во второй раз роль Киллера взяла на себя супруга Чачавы. По легенде она расстреляла в убийцу несколько обоим. Спутник вора погиб на месте. С десяток пуль попали в Гурамма, серьезно изуродовав на всю оставшуюся жизнь его лицо и лишив правого глаза. Второе погоняло одешарей и с тех пор стало Гуром одноглазой. Снова вор в законе не стал связываться со слабым полом и мстить. Кавказские легенды всегда очень красивы. Точно известно другое. В 2010 году бой действительно проявил свой вспыльчивый характер. Об этом говорят не легенды, а скупые факты. В ноябре месяце он, прихватив с собой для верности воров в законе Иракли Ахуто, Кличава, Кабу Сухумского, Ахвали Диане, Матевича, Углава, Изуру Зугдитского, Дгебу Адзе, попытался выяснить отношения с вором Шалвовичем, Джангвил Адзе. Воровское сообщество было расколото на две части конфликтом между билиссами и кутаиско-сухумской партией. Хозяин дома Шалвович представлял первых, а его гости все как один были идеологическими противниками. Несмотря на то, что Шалвович носил по паспорту фамилию Джангвил Адзе он несколько раз очень неуважительно высказывался о своем однофамильце Мирабе Джангвил Адзе, носившем в воровском мире имя Мираба Сухумского. Мираб на время пребывания в заключении признанного лидера кутаиско-сухумской партии Таро, Ань-Ане, оказался в признанных лидерах. Спор горячих южных людей продолжался недолго. Шалвовича порезали ножами, сильно изуродовав лицо. Ему повезло. Он не успел истечь кровью. Турецкие медики спасли ему жизнь. Сторонник Таро Гуром Одноглазый всегда был самым решительным сторонником Таро. Он оказался в числе арестованных участников воровской сходки на теплоходе Москва летом 2008 года. Тогда на Тлизминском водохранилище в руки спецназа попали около шести десятков законников, собравшихся поставить точку во всевластие деда Хасана, Усаян. Когда Таро отбыл в очередную командировку, вслед ему понеслись малявы, которые его развенчивали или, напротив, подтверждали полномочия вора. Все бумаги в поддержку неизменно подписывались Буи. С Мирабом Сухумским его объединял общий криминальный бизнес в Италии. Итальянская полиция арестовала их в один день. Третьим оказался Црипа Кутаиский, Нимси Цверидзе. Суд города Бари назначил Буи наказание в трех года и два месяца. Большинство обвинений в адрес грузинской мафии на суде доказать не удалось. В 90-е годы Буи навсегда покинул Синаки, переехав в Москву. Осенью 1999 года у него в первый раз возникли проблемы с российскими законами. В кармане вора при профилактическом задержании нашли немного белого порошка. На первый раз ему назначили два года условного наказания. Через пять лет вместо наркотиков в вещах вора обнаружился газовый пистолет, переделанный под стрибу боевыми патронами. Словно в насмешку над его высоким титулом его отправили на год в колонию-поселение в Тверскую губернию. В 2006 году Буи все же познакомился с российской тюрьмой. За хранение наркотиков ему назначили все тот же год, но уже строгого режима. Вероятно, заключение под российскую стражу ему не очень понравилось. Он предпочел переехать в Италию. Теперь он точно может рассказать о разнице в условиях содержания заключенных между Италией и Россией. Буи носит воровской титул уже 36 лет и ни разу, несмотря на всю его горячность, не возникало к нему вопросов. Он очень авторитетный вор. В воровскую семью его приняли также очень авторитетные коллеги. Его крестными отцами стали Чичхен, Микадзе, Ваха Потийский, Дорцмелидзе, и Роберт, Каландадзе. Их всех давно уже нет в живых. Первым покинул этот мир в 1997 году в Москве Ваха. По заведенному обычаю его похоронили на родине в Поте. Чичхен умер в Краснодаре в 2002 году. Чуть раньше в Тбилиси умер Роберт – самая яркая фигура из всей Троицы. Он стал настоящим рекордсменом по числу крестников. Их у него 33. Причем он начал раздавать имена за долго до появления презрительных прозвищ «лаврушники» или «мандариновые воры», очень принципиально подходя к такому серьезному вопросу. Среди его крестников Бадри Кутаиски, Кагуашвили, готовящийся к скорой встрече со свободой. Буи год назад вышел из итальянской тюрьмы. О нем давно ничего не слышно. Навряд ли за три года его характер сильно поменялся. Остается ждать новостей о том, где и при каких обстоятельствах он вновь даст о себе знать. Подпишитесь на данный канал и поставьте лайк. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...